Городок Смела в Черкасской области в этот отопительный сезон может снова остаться без тепла. Честная компания, которая обслуживает местные теплосети, не закупила лимиты на газ. Из-за колоссального долга перед поставщиком. Чего ждать жителям города, разбирался Станислав Кухарчук. Холодно. Я что-то выскочила. А у меня там огород за домом. Поработав на огороде, Ольга Николаевна с внуком спешат в квартиру греться. Правда и там комфортной температуру назвать сложно. Мерзнуть пенсионерке категорически противопоказано. А первый признак тепла в доме дым из труб котельной. Но его пока нет. Видите, две таких. И нам видно, когда топится, дым идет. В прошлом году дым из труб котельной появился только к концу декабря. Внук Ольги Николаевны показывает спасительный колорифер, которым семья грелась тогда. Вот так и все. У нас был. Ой, еле-еле. Я около себя его все время подъезжал, вставлял. Очень, очень холодно было. Ну, курточка ходила. Похоже, что скалориферам семье Пожидаевых придется встречать зиму и этого года. Впрочем, как и тысячам жителей смелы. Более 80% города уже седьмой год отапливает частная компания. За время своей работы предприятие задолжало нафтогазу порядка 91 миллиона гривен. И тот до погашения долга отказался поставлять топливо. До старта отопительного сезона считанные дни. А на котельных частной компании к нему даже не готовятся. В прошлом году срыв отопительного сезона в городе закончился громким скандалом. В этом местные власти не произнесли ни единого слова о грядущей проблеме. Начальник управления ЖКХ и первый заместитель мэра наотрез отказались с нами даже говорить на эту тему. А вот директор компании от комментариев не отказался. Нам случайно удалось его застать на приеме у заместителя областного головы. И все по тому же вопросу. Он объяснил, нафтогаз готов дать лимит за предоплату в 25 миллионов гривен. Но их у предприятия нет. В области о проблеме начали говорить еще летом. С нафтогазом уже провели десятки переговоров. На последних добились предоставления газа в долг под гарантии города. Но власти смело отказались брать на себя такую ответственность. Откуда же такие долги у частного предприятия? Почему у компании нет денег на покупку лимитов? Областные чиновники объясняют, не стесняясь выражений. А отопительный сезон смели явно вовремя не начнется. С понедельника областные власти намерены провести очередные переговоры с нафтогазом. И если НАК все же даст топливо компании в долг для запуска котельных, то для подключения их к сети все равно потребуется время. 21 котельную газовщики уже отрезали от системы. Станислав Кухарчук, Пиал Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкасская область.